Свердлово чтут во Франции Но не того, которого чтут у нас И наоборот, того, которого чтут во Франции, у нас никогда не чтили Если вам сегодня потребуется печать, то вы берете в руки мобильный телефон Набираете номер, который нашли в поисковике, и вуаля Фирма сама привезет к вам кругляш, на котором написано ООИП или что у вас там А в стародавние времена нужно было прийти сюда, на Покровскую, в контору, Мовше, Свердлова И он бы вам таки сделал все в лучшем виде А если его вдруг не оказывалось на месте, то на подхвате всегда были старшие сыновья Зиновий и Яков Один будущий французский генерал, в арсенале которого имелось более 50 правительственных наград Другой будущий глава новорожденной Советской Республики А так посмотришь на этот скромный домик и не догадаешься, что здесь началась драма Не только семейная, но и государственная Ведь если пройти чуть дальше по улице, то можно встретить памятник Якову Свердлову А вот памятника его брату по фамилии Пешков вы никогда не найдете А любой нижегородец знает, кто тут главный Пешков Казалось бы, при чем здесь Горький? Первым революционными идеями увлекся как раз таки Зиновий Да так, что заразил ими собственного отца Папа иногда оказывал подпольщикам ценнейшую услугу по печатанию листовок Об этом просила главная звезда Нижнего Ногварда Молодой Максим Горький, перед которым гравер Мойша Свердлов благоговел Буревестник революции частенько заглядывал на Большую Покровскую И заприметил смекалистого Зину Ну а тот, конечно же, попал под обаяние молодого писателя И даже последовал за ним ссылку в Арзамас Где стал свидетелем импровизированного кастинга Горький знакомил Немировича Даченко с пьесой «На дне» Роль Васьки Пепла читал Зиновий И режиссер вдруг увидел перед собой подающего надежды актера Предложив тому отправиться в Первопрестольную Свердлов последовал совету Но была одна проблема Для лиц иудейского вероисповедания В Москве был установлен жесткий лимит на проживание Что делать? И тогда Максим Горький советует юному другу Это самое вероисповедание сменить Зиновий Свердлов принимает православие А вместе с ним фамилию его крестного отца Алексея Максимовича Пешкова В ряде книг и документальных фильмов Говорится о том, что отец, узнав об этом Проклял сына Только как он мог его проклясть Если сам перед этим стал православным Конвертировавшись из Мойши в Михаила А вот Яков веру не менял Если посмотреть на фото 1904 года Лапочка-ботаник Однако этот милейший мальчик Организовывает на Урале забастовочное движение Учится боевому делу у дружинников Создает и возглавляет Екатеринбургский совет народных депутатов Человек железной воли Выдающимися, по-современному говоря, менеджерскими способностями Зиновый, меж тем, посоветов все того же Горького Чтобы не попасть под военный призыв И не отправиться на русско-японскую войну Бежит за Киан, где в совершенстве осваивает английский язык Из Америки он переправляется к своему крестному отцу на Капри Но со временем их взгляды на революцию расходятся Следствие чего расходятся и жизненные пути Зина уезжает во Францию И чтобы натурализоваться в начале Первой мировой войны Поступает в иностранный легион В верденской мясорубке пулеметная очередь Фактически срубила ему руку Но он умудрился сам добраться до госпиталя В своей книге «Звуки горна. Жизнь в иностранном легионе» Он написал, что сестра, увидев его состояние, сказала «Этот не выживет» На что Пешков, теперь его фамилия произносилась по-французски С ударением на последний слог, сказал «А может, стоит попробовать?» И согласился на ампутацию Вот какая может быть жизнь у однорукого мужчины? Если захотеть, то насыщенная Зиновый Пешков вернулся в армию И стал военным переводчиком Уехав в США Вот тут и пригодился английский язык Еще больше пригодился русский После февральской революции Его отправили вместе с Депнисией в Россию Здесь он был свидетелем Октябрьской революции Одним из предводителей которой Стал его родной брат Яша Но Зина большевистскую власть не принял И общаться с братом отказался наотрез Нижегородец Яков Свердлов Стал проклятием царской семьи И героем советских людей Кинематограф, филателия, топография Монументальная скульптура Везде можно найти его след Крупнейший промышленный город был назван его именем Он умер от испанки Так называлась эпидемия гриппа Скосившая миллионы людей во всем мире Неизвестно, как складывались бы в будущем Его отношения с Иосифом Сталином С которым он одно время коротал ссылку Яшин, младший брат, Венечка Был расстрелян в 1938 году Как троцкист Так что Свердлов умер рано И, скажем честно, вовремя Отсюда тотальная героизация А вот Зиновий Пешков Служил главой дипмиссии в Китае и Японии Помимо английского и арабского Он овладел еще китайским и японским Несмотря на свое вече Он был мечтой женщин И если посмотреть на одно из его фото То на вас глядит без пяти минут Фредди Меркури Во время Второй мировой войны Он был правой рукой Шарля Деголя Дожил до 1966 года Умерев в славе и почете Как герой Французской Республики Вот так одна страна, один город Одна семья, один адрес А какие разные векторы судеб Воистину богатая земля Нижегородская Сюжетами для кинофильмов и сериалов Приезжайте и убедитесь в этом сами Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова